Всем здрасте, с вами Сеня. В сегодняшнем видео будет небольшой обзор на наш увлажнитель воздуха Baloo. Увлажнитель недорогой и простой в обслуживании. И давайте покажу, что здесь да как. Включается он таким поворотом и можно отрегулировать то, какой струей он будет испарять водичку. На фронтальной части есть прозрачное такое окошечко и видно количество жидкости. Это крышечка верхнего корпуса. Здесь крутящийся элемент. Можно направить струю пара. Можно только отрегулировать отсюда высоту, насколько будет идти пар. Европейская розетка у него и примерно провод длиной в районе метра. Как только включил в розетку, больше ничего и не нужно. Только повернуть немножечко рычаг управления. Дальше по конструкции. Вот эта крышка сама вот так снимается. Здесь вот этот отсек для того, чтобы аромамасла какие-нибудь заливать. Но я этим, честно говоря, один раз воспользовалась и больше не пользовалась, потому что распыляет аромат он совершенно недолго. Ну и как-то в этом я не увидела особого смысла. Хотя занятная вещица и это, конечно же, плюс, что есть в таком бюджетном увлажнителе такая функция. Дальше здесь вот такая ручка. В общем-то, вот эта вот часть, она вся поднимается. Вот с этим коробом мы, в общем-то, идем набирать воду. Набор воды не сверху, а снизу. Но ничего не протекает. Единственное, что вот со временем использования образовался такой желтый небольшой налет. Именно в самих внутренностях увлажнителя он тяжко смывается, потому что здесь некоторые места просто не подобраться. Ни губкой, ни зубной щеткой. Не знаю, чем отмыть. И вот нижняя часть. Когда снимаешь этот весь короб, здесь вода. Вот всю эту поверхность она заполняет. И она никуда не девается. Ну, я ее сейчас осушила, чтобы хотя бы его немножечко сполоснуть. А вот это самая нижняя часть увлажнителя. Вот эта штука съемная. Я, честно говоря, не разбираюсь в технике, поэтому ничего не подскажу на эту тему. Ну, вот она снимается. Итак, идем набирать воду сейчас. Здесь съемная вот эта вот история. Одной рукой ее практически не прокрутить. Очень тяжело. Но при этом она не позволяет воде просачиваться вниз. Вот этот фильтр, насколько я поняла, он сменный у Балу. И его можно купить за 350 рублей. Не знаю, как часто их нужно менять. Но одно то, что расходники в свободной продаже, это радость. Ну, и вот, собственно говоря, дырочка, в которую нужно заливать воду. Вообще, по-хорошему, нужно заливать либо дистиллят, либо фильтрованную воду. И изначально мы так и делали. Добавляли фильтрованную воду. А потом как-то, знаете, пошло-поехало, стали добавлять обычную водопроводную. Она у нас мягкая в Санкт-Петербурге. И поэтому как-то все прекрасно работает на водопроводной воде. Хотя я знаю, что это не самый лучший вариант. Но налета белого не оставляет. Все прекрасно работает. Так что пока так. Возможно, конечно, я этим испорчу этот увлажнитель. Но сколько уже, месяц точно водопроводной водой заливаю, и все в порядке. Завинчиваем крышку. Лучше это делать двумя руками. И спокойно переворачиваем. Все, нигде ничего не течет. На месте остается только поставить паз. И он начинает булькать. То есть он водичку переливает в сам вот этот вот куб. Ставлю сюда вот этот вот арома-колпачок. Крышку на место. По скорости распыления. В принципе, полного бака при максимальном распылении хватает на ночь. По часам конкретно с цифрами я, к сожалению, не замеряла. Однако объема этого бачка вполне хватает на ночь. И если каждый вечер подливать, чтобы ночью ставить его, то никаких проблем не возникает. Но опять же, подлив очень простой. В связи с этим я считаю, что нет никаких проблем. Очень удобно им пользоваться. Ну и, безусловно, увлажнитель выглядит вполне себе прилично, достойно, не вычурно. И мне понравилось, что он белый. А самое главное, в нем нет никаких раздражающих подсветок. Такие, как, знаете, ночью светят глаза прям. Вот этого всего нет. Это здорово. Видите, здесь такой небольшой зелененький огонечек и только. Высота пара на максимум, который он распыляет, 50 сантиметров. Дальше он начинает падать. Падает он на расстоянии от самого вот этого увлажнителя. То есть, если поставить его, ну, довольно близко к краю, допустим, комода того же самого, здесь поверхность вся остается сухой и, ну, как бы никакого конденсата не собирается. Что касается какого-либо белого налета, не обнаружено. Но у нас белая мебель, хотя есть и черная в комнате, но ни на полу нигде... Малыш. Но ни на полу нигде ничего нету. Это самая максимальная, вот, собственно говоря, мощность. Если поставить чуть поменьше, ну, вот, соответственно, он будет едва-едва распылять. Работает он тихо. Иногда, конечно, булькает, но это бывает очень-очень редко. Так что, ну, лично я этим увлажнителем более чем довольна. Я не вижу резона в каких-нибудь других функциях этих увлажнителей. Голова не болит, увлажняет неплохо, дышится хорошо. И самое главное, у детей, в общем-то, носы не с засохшими вот этими вот вещами по ночам. Так что довольна, довольна я. На этом все. Я надеюсь, вам этот обзор понравился и был чем-то полезен. Будет интересно узнать, какой у вас увлажнитель. И всем огромное спасибо за внимание. Пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова